Ту самую доту от когда-то грозной команды LGD, которая даже на том же самом The Manila Major заняли четвертое место, на International заняли девятое, двенадцатое место, и вот после этого команды LGD мы не видели. Состав пока обречен на неудачу, Maybe, XZ, Aim, Yao, Victoria, ничего не получается у этих ребят сделать. Много молодежи, много игроков, которые давали о себе знать. Казалось, что очень перспективный коллектив, но пока не складывается у Maybe, XZ, вот эту вот молодежь поставить на ноги, что-либо сделать, но возможно что-то получится попозже. Команды не сразу сыгрываются, мы вспоминаем то же самое. Команду Wings, которые играли очень долго вместе до победы на International, они играли, по-моему, год. Около того, они играли на квалификации к пятому инту, и там все было так себе, они не прошли никуда. Поэтому, возможно, стоит LGD просто дать немножко время. Ну вот это стандартно, знаете, фраза, надо сыграться, нужно поиграть вместе, и все в этом роде, но не знаю. Увидим, увидим попозже. Ну и команда Vichy Gaming Potential. 28-й состав команды Vichy Gaming, уж очень много игроков набрали Vichy Gaming. Ну, конечно, я шучу, не 28-й, там, не знаю, 2-й, 3-й, 4-й, но так или иначе у Vichy Gaming очень много составов. То есть, смотрите, у нас Vichy Gaming, Vichy Gaming Potential, еще есть 2-я лига, то есть Vichy Gaming Reborn. Имеется очень много коллективов Vichy Gaming J есть также. Но ни команды LGD, ни команды Vichy Gaming Potential участие на ТОТ-2 Азия Чемпионшип принимать не будет. Друг кто не знает, DAC это огромный турнир в Китае, в Шанхае. Мы уже вместе с Рухабом как раз-таки скоро туда будем выдвигаться на огромном стадионе с призовым фондом в полмиллиона долларов. В общем, там очень будет круто. И лучшие китайские команды, много команд и из Америки, и из Европы. В общем, такой вот маленький турнир, такой маленький мейджор. Такая тренировка, репетиция, возможно, называть можно как угодно. Но, тем не менее, турнир будет очень хороший. По крайней мере, все к этому идет. Но это DAC. DAC славился тем, что у них все было круто. Помните DAC-2015, где команда Evil Geniuses смогла одолеть своего оппонента. Ну ладно, у нас пока DPL. DPL, я так посмотрел, они призовый фонд срезали. На прошлом турнире было 800 тысяч долларов, теперь осталось 75 тысяч долларов. Нормально так, да? Уменьшился призовый фонд. Но не в этом суть. Это все деньги, которые спонсирует правительство. Даже так, представляете? Ну и давайте переходить к стадии драфта. Я доту не так много смотрел, так уж получилось, что я отдыхал от доты. И я только слышал, я слышал, я видел пару игр, где появлялся Monkey King. Слышал историю, что ландруида больше нет с нами в этой игре. И вот он, Monkey King на ферст пик от команды LGD. Знаете, я вижу его немного раз, но уже этот герой изрядно поднадоел не только в CM-моде, но и в принципе в паблике, в матчмэкинге. И думаю, не только меня, а Monkey King. Monkey King на позиции роумящего саппорта. Абадон, возможно, кэри, возможно, на сложный. Дота немножечко поменялась. Патч, как оказалось, был не такой уж и минорный. Потому что много героев выпало, и герои некоторые появились. Monkey King вообще уникальный случай. Мы ждали Арквардена больше года. Мы ждали Расперита тоже довольно-таки долго. Monkey King ему понадобилось буквально пару месяцев, и все. Он уже в доте, хотя этот герой, по-моему, не так самый необычный на уровне Арквардена. И балансить его еще нужно очень много. И то, что Valve добавили в Monkey King, это риск. Но, конечно, вызывает интерес к профессиональной доте. Monkey King от про-геймеров. Это реально звучит круто. Crystal Maiden от Witchy Gaming. Также Batrider, Juggernaut и Earth Spirit у Witchy Gaming. Такой стандартный пик еще из предыдущего патча. Стабильный кэри, два саппорта. Пятерка, четерка. Такой классический лейн-саппорт. Классический саппорт, который будет перемещаться по карте. Ну и Batrider на сложной. Конечно, можно испытать Batrider от NS, делать отводы до меншентов или не только меншентов. Но не стоит. Не стоит. Лесной Batrider это не лучший вариант. Хоть я нас так не говорил, но... Batrider очень ситуативный герой, если ты отправляешь его в лес. Slark это лжи-ди. Значит, карта у нас раскрыта. Абадон идет на сложную. Сларк у нас на позиции кэри. Леон на позиции саппорта. И остается по последнему бану от Witchy Gaming и от команды LGD. Но для LGD, соответственно, нужен герой на центр. Да, Monkey King в продоте обычно идет на позицию роумящего саппорта. Все-таки у нее есть прыжок. Ты можешь бегать по всей карте. Ты можешь превращаться в курьера. Я думаю, многие видели вот это вот видео, где Виха подрезал курьера чуть ли не на базе. Притом первое воплощение было от Марки Кинга тоже в курьера, чтобы быстренько добежать от себя. Не могли видеть и бить строение. Ну и бан Дуауэра. Угу. И с чем этот бан связан? Что-то к LGD этого Дуауэра испугались. Времени не так уж и много, я у подумать. Буквально 5 секунд и... Это Легион Командер. Так, что у нас по линии? Я даже не буду гадать, мы просто подождем. Мне не хватает рядом... Димы Лоста, либо Форса, Никиту, чтобы мне объяснил, что к чему он. Ну что, это Легион Соломит получается? Легион Соломит против Батрайдера или Легион на сложную линию? Ну против Батрайдера это идеальный пик, вопросов нет. Про зоатак напалмы сбиваешь себя с тиммейтов абсолютно не важно. Лассо сбрасывать можно, там эффектов, которых можно сбросить, хватает. Ну и от Вичи Гейминг последний выбор героя. От игрока с ником СРФ. Такое интересное, НикНайм у него. Ну и много очень времени принять решение на последний пик. Герой на мид. Должен быть. Конечно, может Батрайдер пойти, но учитывая Легион Коммандер надо как-то будет под линией Вичи Гейминг потеншал очень аккуратно подстраиваться. Иначе Легион Коммандер будет просто линию с Батрайдером выигрывать без шансов. Батрайдер будет очень непросто, все-таки за счет напалмы он и силен. Ну а без напалма немного-то и толку будет. 20 секунд. О, команда Вичи Гейминг на последний пик. О, неожиданно Шторм Спирит появляется от Вичи Гейминг. Инициация, конечно, невероятная. Будет Батрайдер, Шторм Спирит. Эра Спирит врываться будет в придачу. Ну и Шторм хорош под Кристалмейден. С маной проблем не будет, ближе к мидгейму. У тебя появится какой-то еще Бладстоун плюс регена от Цемочки. Суммарно Шторм, там Ремнанты по кулдауну, Вортексы по кулдауну, да. Летать на какие-то даже короткие расстояния можно будет постоянно. Мана будет регениться просто невероятно быстро. Окей, пики сделаны. Что-то у меня происходит и почему-то я не... Я должен звучать до ТТВ, но я не звучу до ТТВ, это как? Это как-то... Где? Где логотип? Или он появится в игре? Не знаю, ладно. Почему-то нет логотипа микрофончика. Ну и ждем. Напомню, Бо-2 по турнирной таблице команды идут на практически последних местах. Вич и Gaming Potential пока занимают шестую позицию. Но команда LGD предпоследняя с конца. Ну это мало пока игр, чтобы говорить о каком-то результате. У LGD Gaming только две ничи, поражений нет, побед нет. У Вич и Gaming Potential игр побольше. Две победы, два поражения и один результат со счетом 1-1. То есть там была ничья. Да, сейчас вот все новости. Здесь СК ММР у игрока из ЛГВ в Восточной Азии. Но не волнуйтесь, я уверен, что это все в будущем будет пофикшено. Учитывая, что, как я понял, все это было сделано с помощью песка. То есть это не настоящий рейтинг. Хотя, возможно, и настоящий, кто его знает. Но мы бы об этом, скорее всего, узнали бы, согласитесь. И до достижения 10К мы бы узнали. И 9К, и 9500, и 9900. А тут просто человек за двое суток поднял там 2000 или около того. Ладно, давайте смотреть. Матч команд Вич Гейминг против ЛГД Гейминг. Не поверите. Именно так. И вот он, Манки Кинг. И вот он, Манки Кинг. Прискакал, варди поставил. У нас, Манки Кинга, как я вижу, Аркана. А что по джиггернауту? А, ну, слушайте, тут у нас все богачи. С Арканами за 30 баксов. Ну, а почему бы и нет? Ну, и в Смоуке, Вич Гейминг. Смоук развеянный распри. Ты понимаешь, где стоит Леон примерно, точнее. Вообще, кто угодно находит Сларка. Паунсится надо аккуратно. Паунс удачный. Ну, и здесь уже Сларка не догнать. Руна отжимают. Но, правда, внизу руна свободная. Может сюда прийти любой игрок команды ЛЖД. Ее проконтролить. Абадон у нас на сложный. Соответственно, Легион Командер. Позиция Соломит. Сларк кэрри. Леон саппорт. Ну, и Манки Кинг. Вот эта вот макака, которая будет летать по карте. И ставить бесконечно варды. Понимаете, ее даже не видно. А что, с таким вот вардом? Но этот вард не для этого создан. Не для этого. Исключительно для того, чтобы заблочить спаун. В итоге, три руны использованы. Остается еще одна. И она хлявная для Батрайдера. Батрайдер идет на легкую против Абадона. Вообще, тут Батрайдера не позавидовать. Тут и Абадон будет. Тут будет Легион Командер. Вообще непонятно, как Батрайдеру иницировать. А учитывая интересную механику работы ультимейта Абадона, его можно нажимать даже при станах. То есть, например, если у вас бисмастер ультанул, ты можешь его использовать и скинуть себе этот негативный эффект. Я думаю, что на Батрайдера это также рассчитывается. Поэтому Абадон это будет точнее цель, которую нужно иницировать. Ну, правда, Абадона редко это пытаются убить сразу. Это глупо. Это просто не имеет смысла. На топе будет самое веселье. Тут уже попытка убить Леона. Слушайте, а Леон это убьют в Бландфьюри? Просто бывает как-то очень быстро. И как-то Леон подставился. Пошел просто вперед с Ларка. Думал Хараси Джиггераута. Нужно либо свапать линии, либо здесь Ларку как-то терпеть. Потому что на такой линии шансов будет немного. Манки Кинг такой вот саппорт своеобразный. Он может быть и бесполезным. Кстати, очень своевременный сентри. Успел разблочить. И крипы здесь появились. Прямо на 59 секунде разблочил. И на первую уже крипы были в лагере. Отличная работа. Пока Манки Кинг делает максимум на карте. Но остальные линии, я думаю, будут скучные. Батрайдер против Абадона это скучно. На центре Шторм Спирит и ЛК З этой линии мы еще последим. Тут может быть что-то и будет происходить. Какие-то попытки убивать. Все-таки героя, что ЛЦ, что Шторм, довольно агрессивные. Даже на ранних лвлах. Поэтому здесь может быть какие-то стычки будут. Но пока все внимание именно на верхнюю линию. Тут самое веселуха. Бутворится. Здесь слишком много персонажа стоит. Но правда на варте. Арспирит прыжок мимо. Не получается Арспирита подцепить. На какой же удар посмотрите просто. Мне кажется, Луну не так далеко бьет, как вот этот вот персонаж. Замечательный. Так, просто пока ноги занимается тем, что просто прыгает, прыгает, прыгает. Джиггернаут фармит бессов парвалем Что то же самое в принципе касается и Сларка Не могу сказать, что у Сларки какие-то трудности Под башню получается у Ами добирать Добивать все крипов Купился промышл, да купит себе еще и топорик И урона будет очень много по крипам Там будет больше 80 урона Именно по крипам Поэтому Сларка тут труда не составит Пофармить и в будущем купить себе талон Например уйти в лес Никто не против Это уже стало что-то стандартным Купить талон и уйти в лес на Сларке Если у тебя какие-то проблемы Если у тебя есть какие-то трудности Ты понимаешь, что на линии ты можешь Получить по голове Да, пока на центре очевидно Перефармит Шторм Спирита 20 на 6 против 13 на 2 Ну это Шторм Очень много урона у этого персонажа На топе у нас врыв Попытка убить Сларка, но безуспешно Сларк убить намного труднее, нежели чем Леона Леон все-таки намного тоньше У Леона нет никакого эскейпа Фросбайт Блотюрия и все Леон уже ничего не может делать То есть там Аркет Кинг Видимо дерево То ли Леон скушал чужое Дерево, на котором Аркет Кинг сидел То ли что-то в этом роде Но в общем Стан он получил, но это не важно Ну а Батрайдер Лиса подфармил Уходят На руну И на линии Батрайдера очень трудно Ну о чем в общем-то и говорилось Это Абадон О Бадона Эфотик Шилд У Абадона пассивка Он постоянно Харасит, он не боится Напалмов Он не боится даже Файерфлай Ничего не боится Кстати у команды До сих пор не апнут Курьер На денег видимо Попытку убить Сларк Спирита Мимо Не получилось никак зацепить его Ну или он не прокачивает себе Хекс Либо Манадрейн Пока не знает Что будет полезнее Ну и в приоритете Леон хочет купить ботинок Опса И только может быть потом Курьера А зря Курьер нужен Апнутый да поскорее Кто его знает Вдруг его кто-то будет поджидать Да все Курьер Леон апнул Или даже не Леон К сожалению я не увидел Кто потратил деньги Но Курьер теперь летающий И вниз Смещение От Манки Кинга Правда в АТ сразу сюда прилетает Рот Спирит Поэтому как-то за гангить ботрайдера Не получится Будет контратака Либо по крайней мере защита А может быть и атака именно И будет Смотрите Пока на центре Продолжает Мэйби С Дексом Тычковаться Ну а мы смотрим за моментом внизу Тут определенно что-то будет Влетает Влетает Ор Спирит Мэйма Совершенно туда полетел Файрфлай Очень больно Абадону И потик шилдается Здесь стики Выигрывается немножко времени Но его мало И Манки Кинг Ничего не может сделать Ну вот такой вот персонаж А что он мог сделать здесь Манки Кинг Ну уровень 2 у него Нет у него Палки Только лишь Прыжок да пассивка Поэтому Бессмысленно здесь было Манки Кингу Как-то себя показывать Он просто ушел 2-0 В пользу команды Вичи Гейминг Потеншал Но вот же Гернаута появляется Фейсбуд Очень крутая перетяжка Чувствовали Ребята что на топе Они больше убивать не могут Ушли вниз Сделали фраг Но вот же Гернаута правдить будут Не просто Так на центре Там проблема У Шторма Все-таки ворвался Манки Кинг Вместе с Майби Дуэля на тот момент Еще не было Приходит Батрайдер Распереснул мимо Зато облажник Попадает точно в цель Есть По двоим Палка Но хватит ли ее Слушайте а хватает Ведь там Манки Кинг Бьет в пассивке Но урона не хватило Ну нет Хватило вру От Орбофенома Но и сам Манки Кинг Также погибнет Размен один в один Получился Но в этой ситуации Батрайдер очень много получил Правда Манки Кинг сделал Даблкил И также получил Немало денег Там суммарно Думаю золото Триста пятьдесят Ну учитывая смерть Разумеется То есть То что не осталось Чистыми Деньгами Да пока Крепстаты Неутешительные Для команды Вичи Гейминг Несмотря на то Что три-два Но Мы видим Что пока Команда Дайр намного Интереснее смотрится На топе Выход На бедную Крисломейдан Но Крисломейдан Это просто Но это просто Крисломейдан Извините Против трех героев И в игре В жизни У Крисломейдан Шансов нет Герой тонкий Герой С не самой Большей скоростью Передвижения По-моему Кипер в зелайта Без ботинка Скорость передвижения Больше Ну надо Какой-то Эвентлейс Может быть Купить Посмотрим По ситуации Как цемочка решит Так-то с ботинком Неплохо Но герой Очень тонкий Против Сларка Это вообще корм Если Сларк Купит себе Какой-то Шедоублейд Быстро То Надо просто Цемку Постоянно Искать Она будто Одна Даже в компании Друзей Паунс Дарпак Ультимейд Убил И ушел Бутой Как непросто Цемки по игре Если будут Выбирать Хотя бы на пару секунд Не ту позицию На центр Снова выход Попытка была дать дуэль Но не получилось Да и Мэйби Очень сильно просел От Ремнантов Диксэма Ну а Диксэм Тут подфармливают Попутно вард Центр стел давно А вот опс Поставили Только-только Ребята из команды ЛЖД Абадон Фейсбут Появляется Базилки Я думаю Какой-то Владмирс Мы увидим Попозже Какой-то Абадон Танкующий Может даже Параллельно Выходящий Физурон Кто его знает Фейсбут На это намекает Это не арканы Какие-то Например Это именно Фейсбут Это урон Урон уже Уигзи Под 100 А это на такой минуте Немало У Джиггернаут Это практически Столько же Ну может быть Чуть больше Конечно Но это он Джиггернаут Как ни крути Встреча Батрайдера Игзи Подход сюда Мэйби Если дать дуэль То можно решать Но Хеленвард Стоит Олцы залетают До конца Идут за Батрайдером Он даже в фаерфлане Он же малый Игзи Начинает воевать Он с ультимейтом Он софотик шилдом Ничего не боится Но нужно уходить Ультимейт подрубается Ой как не вовремя Под цикл Легион Командра Есть Сайлос Просто атака Больше нет Врывается Расперед дальше Мэйби Очень больно Будет Лассо Надо Лассо Обязательно Давать Лассо Нет Ай-яй-яй А почему Что Лассо Пожалел Не совсем понятно По итогу Выигрывается дуэль Что самое неприятное Врывается Манки Кинг Врывается Так же Что раскрыт В контратаку Манки Кинг Моментально убили В погоне Можно идти за Абаддоном Абаддон Тычку ДХМ Дать не усумел И замедлить Экзи не получилось Да Вот тебе Она Просто пожалел Ультимейт Был уверен Что убьют и так Но там Там пассивочка Сработала Пару контратак И вроде и урона Стало много И регенчик Какой-никакой пошел В итоге Мэйби Сделал максимум Он бы все равно погиб Но он выиграл дуэль Что самое приятное Он выиграл дуэль В ситуации Где он конечно Мог ее проиграть Рисковал Но риск Оказался оправдан Но у Батрайдера Риск не нажимать Ультимейт Оказался совершенно Не оправдан Окей Лассо остается Оно бы уже Скорее всего Откатилось Если бы он его использовал Но Ладно Что было то было Что уж говорить И снова Кристал Мэйден Башни нет Телепорта нет Надежды у Кристал Мэйдена Я думаю тоже нет Сейчас просто можно Палкой зарядить А палки нет Просто удар Ну если конечно Хочешь Манки Кинг Застелить Вижен дает Манки Кинг Больше Вижена Хотя Ах Хотя дуэль Все я понял Идеально И дуэль Очень грамотно Я думаю Чего они ждали А Бадон думал Убьет героя Манки Кинг Стал Но нет Идея была еще круче Плюс 10 Для ЛЦ И уже 20 урона Суммарно есть На 10 минуте Неплохо Перейдем на Нетворс 10 минута Сларк топ 1 Легион Командер топ 2 Еще у Сларковица круто А он просто АФК фармит У Сларка уже есть Мидас Я как будто вернулся 2013 Я помню Лода покупал себе Мидас На Лос-Сларк Появляется Также Мидас Нет Я не говорю Что сейчас это не делается Но это делалось Намного реже Обычно Shadow Blade Там ПТ И Мидас Пропускался Но здесь Мидас С пустым ботинком И смоук От команды Вичи Гейминг Смотрим На центре Леон Легион Командер И Манки Кинг Врыв на Бедного Леона Хорошая палка по двоим Но висит Блотфюри Поэтому выжить нереально Надо уходить Надо уходить Мэйби Не факт что уйдет Мэйби Бочка не совсем удачная Нет колодца Но при этом Вичи Гейминг Вынуждены Отходить все равно Внизу Абадон Продолжает пушить Продолжает бить По строению По крипам Абадона Перчатка Базилка Что он собрался Покупать Неужто Может быть Какие-то Молны Себе возьмет Или вообще Мидас Не знаю Ну и на центре башня падает Телепорт внизу Пока лишь только на Штармспирита От штармспирита Точнее извиняюсь Ну и башня упадет Абадон с ультимейтом Улетать опасно Хотя вортакса нет На самом деле Вортакса не используется Есть просто байт Надо делать ТП Но ТП Извините Нет Ни маны Не Самого свитка В инвентаре Абадон погиб Да Но Башня пала Это два башни На такой минуте Это очень быстро Манки Кинга Найти не получается Манки Кинга ПТ Орбу Феном Ага А у Мэйби Появляется Армлет Так может быть Абадон тоже С Армлетом будет Я наверное Это Спал слишком долго Раз перчатка Фейсбутс Батрайдер Блинк Нужно купить Смоук И куда-то выйти На охоту Нужно выйти На охоту Будь то Сларк Будь то Леон Хотя герой Ой какие неприятные Что Абадон Что ЛЦ Что Сларк Тут Леон Манки Кинга Да остальные герои Такие Могут успеть И уйти Могут выжить Так Стоп Стоп Он остался Манки Кинга Долго его пинают На самом деле Очень долго Сайланс есть И добили Параллельно Дуэль на Крысло Мэйден Колодца нет И Саймочку погибает Еще плюс 10 И уже 60 Победа у Мэйбина Это Аркань И 30 урона Суммарно за игру Ну и падает Еще одна башня У команды Вичи Гейминг Потеншил Ничего они не могут сделать У Легион Командра После Армлета Стоит Кьюбай Блинка БКБ Грамотное решение Это реальные артефакты Которые просто тут Выбирают игру БКБ Дает тебе практически Полную неизуимость Но Блинка инициация Фейд пытается уйти Оттолкнул своего оппонента Балдера больше нет Дуэль через 5 секунд Сбить телепорт Если чем Есть Притом Смерть смотрите где была Смотрите где смерть Это самое любопытное Фингер Долетел Там через всю карту Так получилось Была анимация Но такая вот Механика дота То есть Легион Командра Жив без урубов Правильно Да То есть Смерть была Именно в какой-то тычке Уже в момент Расперита На базе Когда он был Как я понимаю В таком случае Лжид не должны были Были получить опыт За это убийство Раз героя не было Ладно Я момент Упустил Пайтрекап Я посмотрю Врывается Марки Кинг На Кристо Майден Есть палка Есть дуэль Цемочка погибает Врывается Батрайдер Лассо в кулдауне Еще пару секунд Это очень важно Но Мэйби должно убить Да Мэйби получает вортекс Мэйби погибает Погибает Также Манки Кинг Проблема Баддона Это минус 3 Ну слушайте Ответ это неплохой Батрайдер Лассо нет Но есть блин И на Яу полет Правда тут бегает Сларк Сларк Рывается Начинает бить Батрайдера Надо ульти в ультимейт Ультимейт уходит В итоге погибает Батрайдер Но и погибает Леон Суммарно минус 4 И Сларк Вынужден бежать Надо Медасик Медасик Надо скушать где-то Отлично И фармить дальше Реально 2013 Санжьяша Медас ПТ Когда такое можно было увидеть Буквально месяц назад Нет все таки Блинк себе купил сначала Окей Блинк Медас Ну когда то так и делали Это реально Что то хорошо забытое Когда то покупали Блинк Когда еще не было Силерейджа Был вариант Либо блинк Либо шадоблэйд И все думали Рассуждали Комментаторы Аналитики А что лучше В конкретной ситуации Но вот здесь Блинк Даггер Будет Инициация дополнительная Вместе с игроком Командер прыгать Вместе с Манки Кингом Потенциально Вместе с Леоном Можно будет врываться И моментально выдавать Урон с дропакта Да и не только Там например Паунстится Что у нас по героям Командер Реддин Джигернаут Фейсбутс И Яша То есть Доминатор Не покупает себе Аназар Я думаю Доминатор Все таки артефакт Который будут покупать Немножко пореже Не так часто Раньше его покупали Там чуть ли не на любом героя В продоте На Вигера я видел На Двауры я видел даже То есть раньше Ну был Доминатор хороший Стоил он Не так уж и много Но сейчас Стал артефакт подороже И после Яши Назар показывает Квикбай На данный момент Выбор в пользу Шэдоу Блайда Интересно Интересный выбор Любопытно Как он себе Покажет этот Шэдоу Блайд Ну и по экономике Пока Лжидзи ведут Четыре тысячи По опыту Две с половиной На верхней линии Вичи Гейминг Потеншил Готовы забирать Башню Как я понимаю Никакой защиты не будет Но при этом Лжидзи Все это время Фармливает леса Леон Приближается к своему Блинкдайгеру У Легион Коммандера Блинкдайгер Также практически есть Через Бэкдор Протекшн Просто Мэйби Т2 Убить не получается Вынужден ждать крипов Либо Абадона Надо быть поаккуратнее Булыжник полетел Мэйма только лишь по иллюзии Но трудно 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 Под Бэкдором-то Не получается Не та минута Да, Угзи, кстати, Мидас Кстати, партефакты Может быть, что-то я пропустил Какой-то важный арт Батрайдер Форстаф Будет выходить У Шторма Почти есть Бладстоун Ну а Кристалл Мэйден Мантия И В общем-то Ничего больше интересного Ну, башня Данайцена Это не важно Башня Пала Очередная башня Пала Активная дота По меркам Китая 12.10 на 17 минут Это Много Много Убийств Много В принципе, активных действий По карте Потому что я вот с Форсом общался И Да не только с Форсом Многие говорят, что игра, конечно, замедлилась Патч на это был рассчитан Это получилось сделать Учитывая вот эту вот Новую броню Устроений Колодца новые Которые уже не так круто регенят Конечно, игра немножечко Замедлилась Но на этой карте Это как-то не ощущается Много уже строений Пала Драк много Хватает каких-то вылазок Но Это пики такие Тут Батрайдер Шторм Тут у нас Легион Коммандер Сларк Герой, который любит воевать Которым нужно убивать Но Легион Коммандер так особенно Учитывая, что Дуэль Очень важная штука Пока только 40 Ну или уже 40 Даже не знаю Много это или мало Это неплохо Это и не супер Это и неплохо Это хорошо Такой хороший результат Средненький для Легионочка Так Мэйби Врыв Дуэль Есть и Джиггерам Погем Очень много урона Под Манки Кингом Да и Легион Коммандер Уже наваливается Армлетом очень сильно И уже Плюс 14 Для Мэйби Суммарно 54 Ну и Джиггернаута убили Самое главное Самое приятное Это все-таки Джиггернаут Это не какой-то там Спирит Либо Кристалмайден Это Майнкерри Который очень много фармит Для Джиггернаута Это и вовсе Первая смерть Это был стрик Плюс 500 золота А? Для Легион Коммандер Неплохо так заехал Да? После Блинкдагера Уже 2000 в запасе Это уже Половина Блокенбара Отличное достижение Для такой минуты Ну еще пару дуэлей Уже урона Будет там Под соточку Плюс-минус Это очень больно Нужно задуматься О покупке Ленькинсфер Для команды Вичи Гейминг Именно я Сказал Ленькинсфер Как и хотел Потому что Одна Ленькинсфера Возможно и не хватит Можно купить И Штарму Можно купить И Батрайдера Даже Джиггернаута Можно купить Ленькинсферу Тут все-таки есть И Хекс И Подкоп И Легион Коммандер Чего стоит Ленька Штука полезна Да, в общем, как и для команды Да, Леона нашли В Блэдфюре Пару ударов И здесь Без шансов Шторм летел Нормально Этой команды потратил Но прилетел сюда Не за фрагов А за Зарядом в Бладстоуну Господи У Джиггернаута Звук этой Арканы Как будто я на заводе Каком-то Металлообрабатывающем Ужас Конечно, извините Но у меня вот такие Ассасии появляются Я не знаю Наверное, я когда-то был На заводе Где обрабатывают Черный метал Не знаю Такая вот мысль Держу в курсе, друзья Держу вас в курсе Как и Факер Как и Боб Опа Шторм Дуэль Подкоп Фингер И шторм Погибает Нужна Линкенсфера Нужна Линкенсфера Просто невероятно сильно Нужна Линкенсфера Если себе Опа, Абадон Кстати, погиб на топе Там очень много всего было Просто его, видимо И в лассо держали Расперед Сайланс Дал полный комплект Абсолютно всех Способностей На Любой вкус и цвет Шторму будет туго Да, он уже воскрес У него Бладстоун Но Его будут цеплять С появлением какого-то Шедоу Блэйда, например А вдруг Мэйбет купит себе Все Будут еще труднее Без гема Без сентри Инициация будет невероятно Быстрая от Мэйбет Просто не успеешь Никак среагировать Ну и вот он ли он Свой Блинк Даггер Уже имеет Блинк Транкфильчики Стики Уровень 11 Ну все остается ждать Когда ЛЖД начнет кушать В лучших традициях Может они свою набрали Манки Кинг Обливанстав Какую-то сабельку себе купят Тоже Аркана Да, Манки Кинга Выглядит будто это иллюзия А не настоящий персонаж Но это уже Я, наверное, придираюсь В рейп от Амэ Паунс в никуда Опасно действует Уходит, успевает уйти В Шедоу Дэнс Есть телепорт И Амэ отсюда просто уйдет Подкоп на Арасперита Леон в подходе Продолжает свою атаку дальше Есть Лайф Дрейн Есть Хекс Но Арасперит должен уйти И где-то до конца У нее есть ультимейт Отлично Палка по двоим В итоге погибает Арасперит Размен на Леона Кистомайд ему дает ультимейт Есть Вортекс Очень много урона А Сэмочки Никто не сбивает ультимейт Кистомайд А только сейчас прыгает Наконец-то Кисларк Сэмочка погибает Мэйби также очень больно Играет с армлетом Мэйби Проиграл Не получилось до конца Зармлетить Абадон Получает ультимейт Телепорт Может быть имело смысл Сделать прямо в эту секунду Но телепорт не был сделан И Погибнет и Абадон Минус 3 Сларк там кого-то загрыз Да нет Никого Сларк не загрыз Убил только ЦМку И на этом ушел Это 2 в 3 Это даже 2 в 4 До этого ведь еще Или он погиб Да и много денег Для команды Вич Геймер Поташил И вот она сам Леманков Кинга Врывается Не хватает какого-то Боширочка Да и Даст Уже не помешает Мы видим Что Джекернаут Свой Шадоу Блэйд Показал Ой не макуй этот звук Все Давайте без него Появляется у панды Блингдайгер Нау Джекернаут Появляется Сильвер Эйдж Мэйби себе Везет БКБ Да БКБ Нужен невероятно Все таки Там Блатрайдер Сколько Файрфлайм урона Наносят Шторм Кристал Мэйден Ну Шторма Конечно уже И Физерон приличный Но там Китеремнанты Боллайтник Это все магия Об этом забывать Не стоит Да у Леона Талантик интересный Воскрешение Просто моментальное Соглашусь с вами Паунс Батрайдера Ами попытка Моментально убить Батрайдера Долго его пинают Таких конечно убили Врыв На Шторма Успеет ли дать дуэль Есть ли дуэль Есть ли дуэль Дуэля нет Отлично Сайланс В итоге Шторм отсюда Хоть живым Но вот Джиггернаут Никуда он не уходит Мэйби БКБ нажал И трипл килл Для Асларка Да еще и Кристал Мэйден Подцепят Отсюда Никуда уже Не отпустят Ультимей давать Бесполезно Ультра килл Атами Конечно это не его заслуга Тут заслуга В целом Всяй команды Но вот он Блокенбар Вот она дуэль Шторм конечно выжил Но ценой Всяй команды Нечего внизу пушить Нечего пушить И на центре До сих пор Не убили Рошана Ни одного Может быть пора Может быть Время настало Но Я не знаю Вот этими героями Вообще Рошана Можно убить быстро Минус армора Я не вижу Не знаю Абаддона кстати Сакрит Друзья Сакрит Таланта 20 к опыту И на 200 к манес Будет ради На смену Вот они Абаддоны 20-17 Вы можете их любить Вы можете их ненавидеть Но парни 0-5-12 И Вроде как Он собирается Игру выиграть Посмотрю Так Ну и вот они графики Как они поменялись Буквально за 5 минут Было 5 тысяч Стало 7 с половиной Я думаю эти графики будут расти Если так игра пойдет дальше Но По опыту И вовсе уже 10 тысяч В пользу команды LGD Gaming Вот Наконец-то Наконец-то Линкенсфера В квикбайе То же самое касается И Джиггернаута Я надеюсь После Манта Стайлз Он подумает о Линкенсфере Одной не хватит Очень Сларк Агрессивно играет Вообще ничего не боится Сларк Да Да, друзья Так делать нельзя Напоминает Моих лучших Майнкерри В моей команде Тут такой был врыв Самонадеянный На уровне У меня Моншарт У меня Гем У меня уровень 21 Три таланта Три таланта Прокачено Так делать не стоит Это фит И за Сларка Дали почти 7 сотен Ну и Гем То есть суммарно Там 1000 плюс Легион команды Брейв Дуэль на Батрайдер Моментально Батрайдер убьет в секунду Батрайдер погибает Манки Кинг Отличный ультимейт Отличная палка Просто по троим Под пассивкой В итоге моментальный Минус 3 Шторм остается 1 Нужно отсюда улетать Нужно отсюда уходить домой Слушайте А Манки Кинг-то Тащит Манки Кинг-то Реально тащит Посмотрите У него урона Будет очень много За эту игру Сабля Почти есть Башер Ультимейт Слишком силен С этим рейнджем Воевать под ультимейтом Невероятно трудно Вот себе и макака Теперь все понятно Почему Манки Кинг Так Популярен В прудоте Ну потому что Реально на позиции Саппорта Он показывает Отличную доту Ну по крайней мере На этой карте уж точно В комбинации С ультимейтом В комбинации Под дуэль Выглядит Манки Кинг Очень Опасным персонажем С такой даблой Воевать Любому герою Под дуэлью Ну почти Невероятно Это нужно Какая-то Поддержка Там Медеринкер сфера Может быть И что-то еще Врывается Леген командер Дуэль на батрайдера Снова Не как ты Эту дуэль Не остановишь Наш Роспирит Просто улетает Напомню Что еще Леген командер Амяется Аегис Врыв на Роспирита Есть Сайленс Но проку от него Ноль Да Только сейчас ЛЖД Гейминг Начали вести по счету До этого был Счет 21-21 Я не буду Скрывать Я как-то даже пропустил Как ЛЖД Гейминг Забрали Рошана Настолько видимо Это произошло быстро Учитывая что Абадон Стал с Радиенсом А Радиенс Та урон дает Даже без Эффекта Не знаю Какого Горения Назвать Ну эффект Горения Это знаете В моем понимании Нечто другое Ну и решил Сларк Что нужно заканчивать Санжьяша Моншард Мидас Блин Реально Какой это год Боже мой Если бы не Моншард Я бы Просто Не знаю Начал бы Плакать Команда Нави В тот момент Был сильнейший Коллектив СНГ А может быть И планеты Кто его знает Эх Ну БКБ Окей На Сларке будут Мы увидели Джиггернаут. Трудно. Там еще и ультимайта Манки Кинга. Джиггернаут погибает без байбэка. Абадон подключает ультимейт. Подкоп отличный по Распириту. Подкоп по Штурспириту. Finger of Death. Шторм погиб. Джиггернаута уже нет. Распирит выкупается. Шторм выкупаться не хочет. Но, видимо, придется. Глифа больше не будет. Подойдут крипы и башня упадет в секунды. Ну, либо дать Т3 и, возможно, мид. И не делать байбэк. Но, учитывая такую доту, по-моему, все близится к концу. Выкупает Джиггернаут. Байбэк вот только-только-только натикал. Легион Командер теряет свой Эггис. Это не страшно. Врыв будет от Джиггернаута. Врыв. Это Распирита. Неплохой булочек. Магнитайз по троему. У меня слышит. Пошел Абадону. Моментально убили. Убивает Легион Командер. Моментально минус 2. Шторм уже после таверны прилетает. Манки Кинг также, скорее всего, убьет. Манки Кинг до конца стоит. Есть пассивка, но пассивка нынче не такая уж и сильная. Регена там мало. И погибает Леон. Минус 4. Да. Отличный ответ. Бараки остались. Барак почти пал. 200 хп у него осталось. И с полторы тысячи. Обидно. Но, видя гейминг потенциал, отвечаю достойно. 3000 золота и почти 12000 опыта. Но, учитывая такие графики, это все равно ничего не меняет. Но, в целом, камбэчи, твичи, гейминг, потенциал хотят. Хотя, вот, я вот это вижу, я понимаю, что будет трудно. Деньги ЛЖД заработали. Они убили башню. Они там до этого повоевали успешно. Сейчас эти деньги все будут использоваться. В покупке артефактов у Леона Юл почти. У Сларка БКВ. У Марки Кинга на подходе. Дезолятор будет. Легион Командер. Молния. И дальше выход. Мьолнир. Ну, а там, глядишь, и Тараска появится. В недалеком будущем. Но Абадон, это просто Абадон. Виталити Бустер и выход в Лотус Орг. Да, Лотус Орг, кстати, штука приятная очень будет. Лассо. Правда, ничего это лассо не делает абсолютно. Но Манки Кинг погибнет. Манки Кинг погибает. Кристалмейд ему дает неплохой литимейт. Урона много. Но толку от него мало. Шторм погиб. Таким сферы у него не было. Погибает также Кристалмейдом. Стревает и Джиггернаут. Хоть и стоит под колодцем. Под Хильдом Вардом. У него регенер плюс 245. Господи. Какие там цифры. Даже с таким регеном его пробивали. Врывается Леон. Вардик разбил. И Джиггернаут его убил. Джиггернаут был с байбэк. И напомню. Его не будет полтора минуты. Остается один раз вперед. За такое время можно базу снести. Просто всю базу. Прийти и снести. Ну и по-моему это конец. Манки Кинг в таверне. Талант у него на минус. Возрождение нет. Но и не важно. Центр пал. Можно идти дальше. Можно идти и сносить всю базу. Лассо нет. Шторм один не справится. Линкенсфера. Пока не готова. Я просто ноев всю игру в Орентинской сфере. Но может быть орчит не имел смысл. После бастолна. Ну и смотрите сколько. 78 ловкостей. 78 ловкостей. Вы понимаете насколько это много? Он просто бьет в секунды. Гуд гейм. Пишетаназар. Одинок. Я рад, что несмотря на то, что коллектив китайский. Он не играет до последнего. Ну в моменте, где все уже понятно. Где шанс на камбэк. 0,0000000001. Где-то так. Может быть чуть больше. Ладно. 0,0000002. Окей. Надеюсь вам матч понравился. Лжди гейминг побеждает на первой карте. Напомню, что формат этого матча БО2. Поэтому нас ждет еще одна гарантированная карта. Не больше, не меньше. И Вичи гейминг потеншал могут либо сравнять счет. Либо отдать матч целиком полностью со счетом 0,2. Будет пауза. Пауза будет непродолжительной. Продолжительной 10-15 минут. И как только команды будут готовы, я вернусь. Комментирую для вас дальше китайскую доту в рамках Dota 2 Professional League. Далеко не уходите. Ну ли уходите. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...